Всего судьями Свердловской области, а их 454 человека, было рассмотрено 162 158 различных судебных дел, а это на 6% больше показателей 2014 года. Полевским городским судом в 2015 году было рассмотрено 222 уголовных дела, по которым было осуждено 234 лица. Из них 6 несовершеннолетних юношей. Из их числа треть состояла на учете в органах системы профилактики. Половина не училась и не работала, а также воспитывалась в неполных семьях, и треть уже была судима ранее. Большинство несовершеннолетних совершает преступления в возрасте 14-15 лет. Сейчас практически по всем делам, где участвуют несовершеннолетние, потерпевшие, свидетели, мы стараемся привлекать специалистов-психологов, которые беседуют с потерпевшими, с самими подсудимыми до судебного процесса, помогая таким образом настроиться на само судебное разбирательство, и каким-то образом, если какая-то психологическая травма имеется у ребенка, помочь ему преодолеть эти все какие-то страхи свои, если это касается потерпевших. Либо каким-то образом, может быть, поспособствовать даже примирению потерпевших с подсудимым, чтобы не уже осуждать несовершеннолетнего, а ограничиться, например, каким-то таким, будем говорить, судебным порицанием. Если говорить о категориях преступлений, то, как и всегда, пальму первенства занимают дела корыстной направленности, дела, связанные с оборотом наркотических средств. Резко возросло количество дел, связанных с разбойным нападением, в том числе с незаконным проникновением в жилые помещения, как правило, с причинением телесных повреждений и в составе группы. 72 человека у нас в 2015 году были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Это фактически треть осужденных, количество осужденных. 122 человека уже ранее были судимы, то есть у них судимость неснятая, не погашена. То есть рецидивная преступность по-прежнему, я с года в год это говорю, на достаточно востоком уровне, более 50%, 52%. И в этом году порядка 28%, то есть практически также треть всех осужденных совершило преступления в составе группы. В составе группы, как правило, также совершаются разбои, грабежи, и все чаще преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В последнее время корыстные преступления у нас совершаются все чаще из детских садов. Ряд дел поступил, когда родители приходят за детьми в детский сад, то есть фактически доступ к дошкольным учреждениям свободный, и соответственно у нас крадут и сотовые телефоны, и деньги воспитателей, которые они оставляют на столах, а также обувь родителей. Участились хищения снегоходов и снегокатов. Так, например, в селе Курганово они были похищены на сумму 2 миллиона рублей. Преступление квалифицируется уже как часть 4 статьи 158 Уголовного кодекса. Кража в особо крупном размере. Также за 2015 год был осужден гражданин за развратные действия в отношении 7-летней девочки. Коллегия из трех судей приговорила его к 13 годам лишения свободы. Из интересных дел был осужден гражданин за мошенничество в сфере недвижимого имущества. Он поделал вообще судебное решение, которым установил право собственности на квартиру за собой, соответственно, и потом ее пытался продать. Поэтому я тут даже граждан призываю быть очень внимательными, своевременно оформлять документы на недвижимое имущество. И тем более сейчас стоит вопрос еще о продлении вот этой приватизации жилищной еще на год. То есть достаточно времени будет. Просто эта квартира, которая вот таким образом переоформлялась, человек умер, и квартира-то, собственно говоря, в собственность не была оформлена ни на кого. Наследники не обратились к нотариусу своевременно. И вот так так называемые, в кавычках, черные риэлторы подсуетились и подделали решение, за которое были потом осуждены в Екатеринбурге. А человека мы осуждали за мошенничество. Растет и количество гражданских дел. В 2015 году судами Свердловской области было рассмотрено 133 281 гражданское дело, из них 211 Полевским городским судом. Это на 400 дел больше, чем в 2013 году. Основная их масса связана с неплатежами в коммунальной сфере, договоры займа и кредитов, дела по искам пенсионного фонда и невыплаченной заработной платы. Что касается заработной платы, это актуальная тема. Всего по Полевскому судебному району было рассмотрено 852 иска, это включая иски, которые были рассмотрены мировыми судьями и федеральным судом, и взыска на 33 108 420 рублей, невыплаченной вовремя заработной платы. Что касается административных дел, то здесь основная масса отнесена к подсудности мирового судьи. Все три участка, которые действуют в Полевском, подвергли административному наказанию 2685 лиц. Полевской городской суд подверг административному наказанию 204 человека за правонарушения, связанные в основном с мелким хулиганством, неповиновением, требованием сотрудников полиции и за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Алина Меншина, Сергей Чижов. Новости. Твой день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова